Жители небольших СНТ и поселков, лежащие рядом со Смоленкой и Читой, жалуются на новый 118 маршрут. Говорят о том, что он ходит нестабильно и доставляет неудобства еще больше, чем 135 автобус, который ходил ранее. Сейчас мы проверим, действительно ли это так. На часах 8 часов 37 минут. С точки отправления в СНТ Сосновый выехал 118 маршрут. А на остановке Смоленское кольцо собралось немало людей в ожидании автобуса. Все они живут в дачных поселках по левую сторону трассы Амур. Новый маршрут, увы, так и не решил их транспортные проблемы. Не доезжают. Он только оттуда приезжает, кольцо приезжает. И вот какие вот неудобства это доставляют? Нужно идти оттуда, чтобы было бы легче, если была маршрутка. Сейчас как-то холодно и не все могут так добраться. Приходится тратить намного больше денег. 135-й, как он ходил здесь. Нормально ходил. Потом перестал ходить. Все. 118-го я еще не видел. То есть он до вас не доезжает? Так он здесь ходит, до Ясного. Но дело в том, что я еще на нем не ездил. Я только на 136-м, получается, езжу и все. Раньше 118-го подъехал 136-й, который выезжает из Добротного каждые 15 минут. Пусть он и переполнен, но люди все равно стараются в него протолкнуться. Мерзнуть на остановке никто не хочет. На новом автобусе в основном ездят жители СНТ Сосновой. По их словам, проблема полностью не решилась. Расписание неудобное, а рейсы часто отменяют. Приходится вновь идти по несколько километров до Смоленского кольца. 85-летняя Нелли Львовна, как марафонис, проходит пешком по 7 километров. Три часа я иду пешком. Но это вот сейчас-то вот приходит, а когда нет-то? А мне же надо попасть. У меня там семья, кошки, собаки прибудные. Я всех кормлю белых, воробьев, семечек. 45 градусов я иду. А они не могут вот это сделать. Вот вам трагедия. Правильно? А я все равно себя считаю счастливой. Мне неудобно вставать на пары. График очень удобный. Поэтому мне не нравится. Дело в том, что они полгода просто убивали этот маршрут. А сейчас хотят, чтобы он приносил какую-то прибыль. Во-первых, за неделю маршрут не наездишь. Это как минимум два месяца надо, чтобы люди привыкли. Вот сейчас мы едем по городу. Мы едем как летучий голландец. Никто не знает, что за маршрут, куда он едет. Водитель рассказал, что его основной маршрут работы – это 61-й. 118-й ему дали в довесок, чему совсем не рад. А ранее в одном из чатов местных жителей появилось сообщение, что подрядчик уйдет с маршрута 4 марта, если не наберется достаточное количество пассажиров. Ездят очень мало. Очень мало. У нас даже на солярку мы не набираем за день. Предприниматель, который взялся за маршрут, отказался давать нам комментарий. Сообщил лишь то, что сегодня встречался с главой Читинского района Виктором Ашуковым по этой проблеме. В администрации нам пояснили, что официального заявления об отказе от подрядчика не поступало. Ровно как и жалоб на его работу. Эта информация впервые до меня доводится сейчас, потому что человек, ответственный, который в отделе транспорта Читинского района, он на протяжении всех 7 дней, как подрядчик работает, постоянно выезжает на маршрут, сам проезжает, контролируя прохождение по всем остановочным пунктам. Сбоя в графике нет. Виктор Ашуков добавил, что никто не будет пересматривать маршрут движения автобуса. И жителям СНТ, находящимся по удали от федеральной трассы, все же придется ходить до остановки самостоятельно. Даниил Батвинский, Владимир Николаев, РТК Забайкалье.